доброго времени суток вот такая интересная экспериментальная посадка захотелось мне поделиться все-таки этим материалом значит приехали мы в гости своим знакомым родственникам знаете смотри какая история иногда бывает что небольшое количество необратимых потерь при производстве мицелия все-таки происходит здесь видим что инфекция пошла подсосала где-то грязный воздух из-под фильтра и вот тут видим такое позеленение но это было связано чисто тем что неправильно приклеил фильтр другой стороны абсолютно нормальный зрелый хороший таким ими целями чтобы поступаем как мы поступаем мы их не выбрасываем не утилизируем потому что сейчас мы сделаем паузу и пойдем покажем как можно применить этими цели который скажем не получилось произвести то что хотелось вот тех случаях когда есть какие-то погрешности пакетов всегда немного но это прекрасный корм для такого водоема где сейчас выращивается рыба вот хотел показать поделиться вот какое прекрасное место да значит вот этой пшеницей прекрасно рыба это время когда у нас будет время если что-то там не получилось то всегда найдется какое-то хорошее применение смотри красота здесь происходит ну а мы вернемся к нашей посадки ну а здесь вернемся к нашей посадки за смотрите снова снимаю тоже видео когда заказчики звонят вы только на мне не бракованными целью прислите прислите нормальный на отправку идет нормальный бракованный мы используем сами все грибы и все остальное выращиваем вот из таких вот видите здесь бракованными ценой что мы с ним делаем мы делаем следующим образом подготовили под него место вот такую бомбу заложим замедленно вот и в дальнейшем поставим тот же пень который стоял здесь красивый такой да мы делаем по-другому видите он стоял вот этим торцом то есть грязно там мицелию нужно будет время для того чтобы обосновать вот это место знаешь смотрите просто что необходимо просто сделать надрезать куда мицелию проще будет и никаких дома учений за учение вот и все мероприятие оно заразит носите дрова непонятно когда они пройдет время там надобность потому что наступает лето они прорезают до осени поставящим кругом здесь начнут вырастать грибы конечно все это будет рада если не начнут дрова пойдут по своему назначению я думаю что они будут сразу я более осени я более чем уверен что при таком заложение материала что будете собирать грибы здесь нет вопрос потому что подбросить вообще в разных местах наверно подбросить бицелий вот в я не нужно а зачем он знает что себе сделать здесь через два года будет создать старые деревья а еще в этой в эту вербу тоже тоже можно набрать набросать вот вы хотите вы управляете природой природа сама по себе создана божественным созданием она сама знает что и делать просто не мешать не мешать и она сделает все что не нужно просто мы оставили здесь он куда его будет удобно куда будет красиво что есть в курсе а вопрос от пользы а поливать поливать надо ни в коем случае ни в коем случае а если жаркое лето мы добьемся только того что наш мицелий сгниет если мы будем вот это поливать мы это оставили в покое смотри тут тут и так холод вот под этим деревом это это не период плодоношения грибов грибы растут осенью или если повезет они растут весной но лето это не период плодоношения от того что мы будем их поливать урожай мы не получим в результате можно получить только сгнивание поэтому оставим их в покое и осенью будем собирать грибочки еще сказать относительно вот таких посадок для тех людей которые волнуются что у них саду наступит беда у них тоннами начнут на всех деревьях расти грибы вот и значит испортить весь шаг если если тоннами зачем сад тогда зачем тогда сад если у вас тоннами растет грибы значит смотрите какой момент в деревьях в живых деревьях не содержится какой-то фактор фактор сдерживания роста грибов поэтому если на дереве у вас вырастут грибы например то внутри это дерево наверное уже умирает что-то с ним случилось она уже идет на умирание на высыхание потому что живые деревья содержат фактор который не позволяет на них образовываться гриба запомните это раз и навсегда поэтому вашему саду такая ничему абсолютно не угрожает а с вами был макс соля как всегда и если вы подпишетесь на этот канал по осенью мы можем посмотреть что у нас получилось из этого мусорника из этого сборника дров до свидания